МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. 20-летний житель Караганды пытается доказать, что не оформлял кредит на 10 миллионов тенге. Расследованием дела занялись правоохранительные органы. 10 миллионов с половиной. Чуть я в обморкну упала, потому что это же какие деньги. Что препятствует развитию малого и среднего бизнеса нашего региона. За круглым столом встретились предприниматели и госслужащие. В минувшие выходные в Тимиртау на стадионе «Металлург» состоялся футбольный матч. Итоги спортивных батарей через несколько минут. Мать 20-летнего карагандинца пытается доказать, что на ее сына незаконно оформили кредит в 10 миллионов тенге. Мать-одиночка Айганша Капашева, вырастившая четверых детей, уверяет, ее сына обманули и подставили. Третьи лица, замешанные в афере, предоставили в банк липовые документы на христианское хозяйство. Кредитное мошенничество было оформлено якобы для увеличения поголовья скота, которого у кредитора нет. В подробностях разбиралась Аймамрина. Айганша Капашева обратилась к нам в редакцию с просьбой помочь добиться истины. Ее 20-летний сын стал жертвой кредитных мошенников, которые, отобрав у парня удостоверение личности, оформили на него кредит в 10 миллионов тенге. Сын рассказал об этом матери спустя три месяца, а на их просьбы аннулировать суду в банке мошенники избили парня. Теперь мать, опасаясь за жизнь сына, держит его за пределами караганды. В полицию она обратилась сама. Я хочу, чтобы вернули они эти деньги, с моего сына сняли вот это все крупные суммы, мне не надо, потому что нам нечем оплатить этот кредит, понимаете. Мы сами снимаем квартиру, откуда у нас такие деньги, нет у нас таких средств, пускай вернет эти средства. Этим делом занялись правоохранительные органы. На наш запрос полиция никаких комментариев не дала. В прокуратуре Казбекбийского района пояснили, данное мошенничество нелегко раскрыть, ведь фактически парень сам отдал удостоверение. Данный факт зарегистрирован в виде ингрессии досудебных расследований Михайловского отдела полиции. Значит, обратилась заявительница, значит, как вы сказали, мать лица, на которой был оформлен кредит. В настоящее время устанавливаются обстоятельства дела, досудебное расследование находится в производстве отдела полиции. Также прокурор пояснил, что в текущем году на территории Казбекбийского района зарегистрировано около 180 фактов мошенничества. В пяти из них фигурируют кредитные лжезаемщики. Это немного меньше, чем в прошлом году, но все-таки статистика раскрываемости этих преступлений оставляет желать лучшего. Ведь преступники с каждым разом придумывают все новые схемы обмана людей. Отследить, да, это очень сложно, поэтому хотелось бы пожелать, чтобы граждане были более бдительны в этом направлении. Именно при оформлении каких-то интернет-заказов необходимо смотреть на комментарии, на саму компанию, в которой они заказывают. Зачастую они используют утерянные документы. В целях предотвращения таких случаев в области разрабатывается единая база. Через нее банки смогут проверить удостоверение личности. Однако не исключены и такие случаи, когда в преступном сговоре работают и сами сотрудники кредитных организаций. Поэтому надеяться гражданам лучше прежде всего на себя. Аймамрина Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. С 11 апреля начался областной двухмесячник по санитарной очистке территории. Глава региона Нурмахабет Абдебеков призвал жителей принять активное участие в субботниках. В этом году самые активные блюстители чистоты получат поощрительные призы по номинациям. Самый лучший двор, самая лучшая КСК, самый чистый бизнес и так далее. Также в городах и районах будут посажены саженцы и заменены столбы освещения. Совещание Акимобласти начал с критики в адрес жителей, которые не следят за своими придворовыми территориями. Со слов главы региона, Акимат не обязан чистить личные участки карагандинцев. Ведь мусор кидают не сотрудники Акимата, а сами жители. Расставил снег и на улице города стало страшно смотреть. Везде разбросанные бутылки, целлофановые пакеты и обертки от продуктов питания. Борьбу с мусором планируют активизировать в течение апреля и мая. К слову, Демиртау уже приступил к уборке. А в Караганде субботники пройдут 16 апреля и 21 мая. Областные субботники намечены на 23 апреля и 14 мая. Оружающие природные среди и формирование основ экологической культуры и населения на предстоящие весенние и месячные необходимо организовать конкурсы по категориям «Лучший город», «Лучшая КСК», «Чистый малый бизнес», «Тистая территория», «У социальных объектов и коммунических организаций» «С вручением памятных призов, граммам и т.д.» К уборке должны подключаться все предприятия и организации области, добавил Нурмухамбет Абдебеков. Исключения есть только для младших школьников. Аким области советуют гражданам не оставаться в стороне и беречь нашу природу. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. А имам жена Улжас Габасов Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. На очередном собрании Палаты предпринимателей Карагандинской области обсудили все плюсы и минусы развития малого и среднего бизнеса области. В этом году областной бюджет уменьшился на 25%, и поэтому инвестировать нужно в отрасли, которые принесут незамедлительные доходы в казну Карагандинской области. Подробности в следующем материале. Мощным стимулом для поддержки малого и среднего бизнеса стала инициатива главы государства. А выделение средств из национального фонда на поддержку предприятий обрабатывающего сектора. Благодаря этому в области профинансированы и реализовано более 100 проектов на сумму порядка 15 миллиардов тенге. На совещании были рассмотрены ряд важных вопросов. Это легализация имущества, приватизация предприятий, земельные проблемы и развитие отечественного производства в Караганде. Относительно земельных участков, я скажу так, действительно проблема большая. С точки зрения в Караганде сложилась ситуация, да и во многих областях нет на сегодняшний день пока реальной основы, основы земельного кадастра, который в окончательном виде формировался. Это наша задача, выделять деньги и его разрабатывать. Это мы занимаемся и будем дальше заниматься. В ходе заседания предприниматели рассказали о проблемах. Вот, например, в селах население менее информировано, и поэтому при оформлении кредита возникает очень много трудностей. Необходимо упростить условия получения кредита сельчанам, предложили предприниматели. Национальная палата ставит для себя на этот год приоритет номер один – это осуществление помощи в этом. Как мы это будем делать? Мы создаем комиссии, которые учреждаются при уполномоченных органах регионов, и в этих комиссиях мы в ручном режиме сидим и смотрим. К примеру, если в вашей Карагандинской области требуется условно закупить столько-то бумаги, ручки, канцелярские изделия, трубы, фитинги, много ли строятся какие-то объекты, может быть, ТЭЦ строится, школы, больницы и так далее. Кто реально может эту продукцию у вас производить и поставить? Если есть несколько производителей, и этот производитель есть в вашем регионе или вообще в целом в Казахстане, то приоритет должен отдаваться отечественному товаропроизводителю. В области насчитывается порядка 87 тысяч действующих субъектов бизнеса. Занято 240 тысяч человек или 32% от экономически активного населения области. Участники совещания смогли убедиться в том, что вопросов для обсуждения и совместного решения у предпринимателей и органов исполнительной власти более чем достаточно. Поэтому важно было узнать взгляд на сотрудничество для улучшения бизнес-климата в области. Асель Сазамбаева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Продолжаем выпуск. Мошенники представлялись работниками из министерства и вымогали деньги в школах. Лжекомиссия с министерства прошлась под 10 учебным заведениям Карагандинской области. Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД области задержаны трое жителей Караганды, которые подозреваются в мошенничестве. 8 апреля текущего года на телефон 102 поступило сообщение от директора школы села Акбастау о том, что трое неизвестных, представляясь комиссией из профильного министерства, вымогали 100 тысяч тенге, в противном случае обещая найти нарушение в образовательном процессе. В тот же день при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью установлено и задержана 54-летняя, ранее судимая жительница города, которая дала признательные показания, что наняла себе таксиста и девушку в качестве делопроизводителя. Проверив, школу села Акбастау вымогало у директора школы 100 тысяч тенге. По предварительным следствиям было установлено, что подозреваемо также проверяли еще 9 сельских школ. По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Мошенничество». На сегодняшний день остро стоит вопрос нетрадиционных для нашего народа религиозных и псевдорелигиозных течений. На базе Карагандинского экономического университета состоялась международная научно-практическая конференция «Религия в современном мире». В ее работе приняли участие студенты, магистранты, преподаватели вузов Караганды и республики. «Наша страна – это особый регион мира, мир добра, справедливости и согласия. Мы должны этим гордиться». На конференции обсуждались вопросы формирования культуры межэтнического и межконфессионального общения, пути преодоления влияния религиозного экстремизма и терроризма. Сейчас часть молодых людей слепо воспринимает этот чужой взгляд на жизнь. У некоторых людей нашего общества слабый иммунитет к чуждому псевдорелигиозному воздействию. За псевдорелигией скрывается преступная деятельность. Для того, чтобы уберечь подрастающее поколение нашей страны, необходимо проводить разъяснительные беседы и профилактические мероприятия, уверяют специалисты. «Наша конференция международная. В ней участвуют представители России, нашей страны, охватывают участников, студентов, молодых ученых, магистрантов всех вузов нашего региона. Все они будут выступать по пяти секциям, которые посвящены проблеме формирования культуры межэтнического общения, казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия, истории традиционных и нетрадиционных религий. И один из самых злободневных вопросов – это вопрос, касающийся того, как предотвратить влияние религиозного экстремизма». Духовное единение людей разных культур и вероисповеданий является стратегическим фактором, благодаря которому обеспечивается стабильность и устойчивость развития страны. Сегодня религия обеспечивает духовное объединение людей, дает свободу граждан на волю вероисповедания. «Интернет сейчас, как вы знаете, большое место занимает. У всех, наверное, есть гаджеты, смартфоны в социальных сетях, Фейсбук, Твиттер, Майл.ру и другие, особенно студенты. Там профилактическая работа большая проводится. Постоянно перезыскиваются новые поиски, потому что данная работа многогранна, многоэтапна, не так легкая, как кажется. Поэтому мы всегда рады, что на эту тему всегда обращаем внимание». В нашем регионе за последние годы зарегистрировано свыше 300 религиозных объединений. Все они осуществляют свою деятельность только в рамках Конституции нашей страны. Так гласит закон о религии, который был изменен в 2011 году. В нем прописаны четкие правила поведения этих организаций и способов противодействия экстремизму и терроризму. А сердце Замбаева Жексулок Нурта и Александр Цирикидзе – первый карагандинский. Студенты и школьники города Караганды соревнуются за звание «Лучший чтец». В конкурсе «Абайские чтения» принимает участие 19 молодых людей. Стихи, песни и даже танцы оцениваются известными людьми города. Подробнее в следующем сюжете. Городской конкурс «Абайские чтения» – это традиционное мероприятие в нашем городе, которое проводится отделом культуры городского Акимата совместно с Центром развития молодежи ТИЕК. Цель нашей мероприятии – привить любовь к поэзии Абая, великого Абая и формировать общечеловеческие ценности. В этом году 19 студентов и школьников соревнуются за первое место. Конкурс состоит из трех этапов. В первом все участники читали стихи и слова назидания Абая Кунанбаева. Во втором – исполняли национальные казахские песни. А в третьем – отвечали на вопросы о творчестве Абая Кунанбаева, заранее подготовленные организаторами. Денис Коневец – студент Карагандинского транспортно-технического колледжа. Парень участвует в конкурсе не первый раз. К этому дню он готовился весь последний месяц. Конечно, выходя на сцену, молодой человек волнуется, но считает необходимым изучать творчество Абая и участвовать в таких конкурсах. Абай Кунанбаев – великий поэт, писатель, переводчик. Мне нравится его творчество. Я с удовольствием принимаю участие во всех мероприятиях. Подобные конкурсы повышают интерес среди учащихся к творчеству великого Абая. Участники, отличившиеся в каждом конкурсе, будут награждены дипломами. А также жюри распределит первое, второе и третье места среди студентов и школьников, знатоков творчества Абая Кунанбаева. Екатерина Афанасьев, Вожак Сулык-Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Другим новостям. В школах трехязычие внедрять нужно, но постепенно. Такое заявление сделали директора учебных заведений Карагандинского региона. Такие комментарии нам удалось получить в ходе проведения областного отборочного этапа республиканских педагогических чтений на тему инноваций и опыт в образовании, вызовы времени. Какие еще изменения нужны в системе образования, узнавала Айма Мрина. Отборочный этап педагогических чтений проходил на базе филиала УРЛЕУ бывшего института повышения квалификаций учителей. В них приняли участие 47 человек – учителя, директора школ, воспитатели, дошкольники и представители колледжей. Они делились инновационным опытом, мыслями об улучшении качественного состава педагогических кадров и повышении статуса педагога. Экология есть конкретный понятий на парад, без которого нельзя не строить никакие ученопроцессы или какой-то по-другому. Карлогаш Дубербекова – директор школы-лицея номер 15 города Балхаш. По словам Карлогаша Каримовны, углубленное внедрение английского языка необходимо для того, чтобы выйти на мировой уровень образования. И это нужно воспринимать правильно. В системе образования грядут перемены. Предметы естествознания и точные науки будут преподаваться на английском языке. Но к этому мы придем постепенно. Сначала дети будут изучать терминологию этих наук. Также речи о сокращении количества предметов не идет. Схожие предметы будут объединены. Родителям нужно правильно понимать это и не паниковать заранее. Владимир Нагирный работает заместителем директора Абайского многопрофильного колледжа. Он считает, что студенты технических специальностей в первую очередь должны знать английский. Ведь за ними процветание крупных производств. И английский язык, и казахский язык в русских группах, так же как и русский язык в казахских группах, у нас двухязычное образование, сейчас более широко используется. Причем не только на учебных занятиях, но и про проведение практик, как учебных, так и производственных. Поэтому я считаю, что за трех языком будут все. В рамках конкурса участники представляли свои работы. Организаторы чтения отмечают, победители областного отборочного тура поедут представлять наш регион на республиканский этап, который пройдет в Павлодаре 21 июня. Также Айдос Мухатаев отметил, что как родитель он против продления сроков учебного года до середины июня. В нашей ситуации, в ситуации Казахстана, в котором рискоклиматический климат, у нас южные регионы, например, в южных регионах в то время, в середине июня, например, до 1 июля к этому времени, жара поднимется до 40 градусов, до 45 градусов. В таких условиях обучаться, конечно, чтобы учиться в таких условиях, надо создать, конечно, определенные материальные условия. Систему кондиционирования. Но, к сожалению, сейчас у нас этого нет. Итак, по предварительным расчетам, с сентября текущего года учебный год, возможно, будет продлен всего на одну неделю, то есть до 1 июня. Более точные изменения в программе обучения станут известны позже. А пока директоры учебных заведений области высказывают уверенность, что справятся с любыми новшествами. Аймам Рынаулжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Необычная выставка прошла в Караганде. Предприниматели города собрались в одном месте и представили вниманию свою продукцию. От продуктов и товаров первой необходимости до строительных материалов. Причиной такой необычной выставки стало ежегодное собрание бизнес-ассоциации Эскер. Предпринимателями были подведены итоги проделанной работы. Карагандинская бизнес-ассоциация Эскер была создана в 2012 году. Ее главная задача – помогать предпринимателям и развивать малый и средний бизнес. На данный момент в ассоциации 80 карагандинских предприятий. В выставке приняли участие более 100 человек. Среди них первые руководители компаний и топ-менеджеры. Директор бизнес-ассоциации Эскер Манас Сейдхожин рассказал, как можно вступить в их ряды. У нас есть понятие членства в ассоциации. Компании узнают нас, приходят, мы разговариваем. И в принципе проблем нет. У нас можно вступить в ассоциацию и пользоваться нашими инструментами, нашими возможностями. Основная наша, можно так сказать, дух – это, наверное, действительно помочь бизнесу. То есть мы не коммерческая организация. Мы ведем целью, чтобы каждое отдельное предприятие процветало. Потому что это, соответственно, передастся на экономику всей страны, на благосостояние народа. Эскер отвечает на все вопросы бизнеса и помогает решить различные проблемы. Для предпринимателей организовывают бизнес-тренинги и семинары. Бизнес-возможности есть по всему Казахстану и в других странах. Это Китай, Россия, Турция, Индия, Франция, Италия, Африка и другие. В Казахстане существует шесть подобных городских ассоциаций. И все они входят в Казахстанскую ассоциацию КАСКА. Председатель правления рассказал, как проходят подобные встречи в других городах. Цель этой мероприятия заключается в том, что каждый член нашей ассоциации знали друг друга очень тесно, очень близко. Я хочу сказать, что недавно провели такое же мероприятие в городе Алматы и Астаны, где только члены внутри ассоциации провели очень тесный разговор, поставили свои цели и задачи. В рамках целого дня заключили более 200 миллионов тенге договоров только между членами внутри ассоциации. Встречаться друг с другом для предпринимателей уже стало доброй традицией. В этом году прошла первая отчетная выставка, на которой около 30 предпринимателей ассоциации представили свою продукцию. В их числе производители пластиковых окон, дверей, труб, салоны красоты, представители молочной компании, городской суши-бар и многие другие. Лариса Хусынова, Жакслык Нуртай, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. И последний на сегодня. В минувшие выходные в Тимиртау на стадионе «Металлург» состоялся футбольный матч. Карагандинский шахтер в четвертом туре казахстанской премьеры лиги уступил Павлодарскому Иртышу. Наблюдали за игрой и болели за нашу команду Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков и Аким города Тимиртау. Галым Ашимов. Вот мы здесь и нам нужна победа. Эй, шахтер, ты должен победить. Ни тобой, ни столица, ни южани. Нас никто не может победить. У футбольного клуба «Шахтер», как всегда, была сильная поддержка болельщиков. Но вырвать победу у Павлодарского Иртыша все равно не удалось. Первый гол «Шахтер» пропустил уже в первом тайме на 26-й минуте. Георгас Фрейдгейма с ударом головы открыл счет в пользу Иртыша. Первый тайм отрицательный, один номер проигрываю. Думаю, во втором все, дай бог, все будет хорошо. Игра, думаю, получается у парней. Дай бог, все будет хорошо. Поболеть за свою любимую команду пришел бывший руководитель фан-клуба. На протяжении 10 лет Сергей Фисенко придумывал речевки, организовывал поездки в города, где играла карагандинская команда. Также он создал эмблему «Грота», который символизирует футбольный клуб «Шахтер». Его сестра Галина тоже приходит на все игры любимой команды. Вообще-то ребята слабо играют, слабо. Не видим игры. Игры вообще-то нет пока у «Шахтера». Но мы надеемся, что она будет, потому что это «Шахтер». Ну, должны ребята играть. Мы болеем за них. Мы любим нашу команду. Это наш город, наша команда. Во втором тайме главный тренер «Шахтера» отправил на поле финского полузащитника Эрфана Зинелли. Попытки сравнять счет были безрезультатны. Все время подводила недостаточная скорость и технический брак в завершении. На 58-й минуте Иртыш вновь забил гол карагандинской команде. Команда Иртыша, опытная команда, она уже контролировала ситуацию. Мы хотели еще, но я думаю, они по праву победили в эту игру. Следующий матч «Шахтер» проведет на выезде, где встретится с алматинским Кайратом. Лариса Хусейнова, Жексылык-Нуртай, Александр Сирикидзе, 1-й карагандинский. О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго вам, Анастасово. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!